Ежегодно вот уже на протяжении 10 лет в одном месте собираются несколько сотен хозяев и их самых ласковых, нежных, пушистых и не всегда пушистых питомцев. Мы находимся на выставке кошек. В этом году выставка кошек десятая по счету, юбилейная, поэтому и знаменательно таким большим залом. По традиции выставка проходит два выходных дня, за которые представлены 12 различных пород. Сначала все заявленные участники проходят регистрацию и осмотр. У каждой породы свои критерии и их стандарты. Второй год подряд привозим по две судьи сюда. То есть судьи у нас международной категории, они прилетают из Москвы и имеют такие полномочия, чтобы давать титулы даже более высокого ранга. И международный чемпион, то есть интерчемпион. Но пока что вручение сертификатов в основном в большей массе распространяется на чемпионов. То есть это чемпион своей породы, чемпион России. Это нужно три одинаковых титула получить от трех разных судей. И с учетом того, что каждый год приглашали одну судью, а теперь по две, то есть наши кошатники, наши якутяне, они наращивают быстрее свои победы. У каждой породы свой критерий. Вот для этого мы приглашаем таких именитых судей. И уже в рамках породы, то есть они не сравнивают, например, как думают зрители или как думают некоторые участники-дилетанты, что они смотрят, что этот кот упитанный большой, значит он лучший из лучших. Они смотрят по стандарту породы. Если кошечке положено быть растянутой и изящной, то она такой и должна быть. А если британцу положено иметь хорошие щечки и круглые глазки медные, то тоже на это смотрят, конечно. Уникальным моментом выставки являются новые для Якутии породы. Манчкин. Это кошка-такса на коротких ножках. Самыми же популярными на сегодняшний день остаются породы шотландские веслоухи, скоттиш-страйцы, мейн-куны, бенгальские кошки, донские и канадские сфинксы. Последних, к сожалению, в этом году в участниках не так много. Титулованная Нэнси принимает участие на выставке с 2012 года. Каждый год мы ходим, получаем там титулы. Закрыли уже титул чемпионский. На интерчемпионы идем, нам немножечко совсем осталось. Ну, наши вот канадцы вот такие вот красивые, голые. У них только вот немножко мордочка такая лохматая. На самом деле, конечно, честно говоря, они все красивые, все замечательные, все милые, все любимые. Выставка по традиции собирает огромное количество детей, которые спешили погладить и сфотографироваться с каждой кошечкой. Взрослые же больше были заинтересованы взглянуть на новые породы. Мы специально пришли на выставку кошек, потому что вот мой ребенок очень заинтересовался. Так как у нас есть кошка черная, она захотела посмотреть, какие вообще кошки еще бывают, породы. И вот прямо просила меня очень, чтобы мы посетили эту выставку. Вот она сейчас такая довольная, даже пожертвовала поездкой в гости. Потому что котелки такие милые, и они еще защищают дом от мышь. То, что поразила, конечно, сама порода. Я не видела больше породу, скотиш, скотиш как-то там дальше. Очень крупные такие. И глаза такие большие-большие, как у Ширака из мультика. По итогам двух дней были выбраны лучшие в монопородном ринге, а также чемпионы и интерчемпионы. Помимо этого, каждому участнику вручены дипломы и оценки от международных судей. Но вне зависимости от звания и титула, для каждого из нас усатые и полосатые, самые любимые, самые умные и ласковые. Ведь прежде всего наши кошки – это члены семьи и преданные друзья.